Привет! Ты на канале в таком просто-сложном, и этим видеороликом я начинаю новую рубрику «Интернет для фотографов», в которой я буду рассказывать о различных сайтах и форумах, посвященных фотографии. Но начать эту рубрику я хотел бы с освещения такой темы, как не надо изучать фотографию. Как-то один знакомый фотограф, водитель фотошколы, сказал мне, что чтобы обучать фотографии, абсолютно не обязательно уметь фотографировать. Сначала я решил, что он так пошутил, а потом, когда решил изучить этот вопрос, я увидел столько учителей фотографий в интернете. Очень многие говорят об огромных заработках фотографов, о монетизации хобби. Они обязательно тебя научат быть профессионалом, только заплати. Не научился? Твои проблемы. Взятки с такого учителя гладкие. Значит, тебе просто не дано. Ну, скажу честно, фотографий в Центре компьютерного обучения специалист я не обучался, но я работал в фотостудии, которая принадлежит женщине, считающей себя очень крутым фотографом. Так вот, эта женщина не умеет избавляться от эффекта красных глаз на фотографии. И как это делать, учил ее я. Я не учился в Центре на фотографа, а изучал фотографию самостоятельно. Она училась в Центре и регулярно этим козыряет. Ну да ладно, скажешь ты, частный случай. Может быть, она именно эту тему не изучала и вообще у нее дар. Может быть, но я учился в специалисте по другим направлениям в далеком 2009 году. И у меня есть какое-никакое представление о качестве образования в нем. Но так как я в школе фотографий в Центр-специалист не учился, я просто расскажу о целесообразности обучения в нем. Давайте узнаем. Стоит ли тратить столько времени и денег? А учиться там или нет, решать тебе. Итак, специально для своих зрителей я сделал табличку в Excel, куда мы будем заносить информацию о курсах, которые должны пройти в специалисте, чтобы стать профессионалами своего дела. Приступим. По ходу дела я буду комментировать записи. Хотя, отчего я хожу вокруг да около, я уже запомнил эту таблицу для экономии времени, чтобы не растягивать хронометраж и без того длинного видеоролика. А с подсчетами, с цифрами мы ознакомимся в конце. Сейчас я не хочу пугать вас. Нас интересует профессия фотограф. Заходим по ссылке все профессии и ищем школу дизайна специалист. Фотограф. Что мне нравится у данного центра, так это сайт. Сайт действительно неплохой. Кликаем по путеводителю и вот мы, собственно, можем ознакомиться с курсами, которые предлагает нам Центр компьютерного обучения специалист. Кроме того, нам будут регулярно предлагать курсы из смежных областей. Что мы тут видим? Основные курсы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И затем нам еще предлагают после этого всего выездные мастер-классы по России, на которые можно пойти сразу после первого уровня цифровой фотографии. Давайте ознакомимся с курсами. Мобилография. Допустим, мы о фотографии не знаем ничего, не умеем пользоваться компьютером совсем, но у нас есть мобильный телефон. Сейчас все смартфоны имеют возможность фотографировать. Многим достаточно этого качества, потому что они фотографируют для себя. И тут курсы предлагают изучить тему мобилографии. Что же нам здесь предлагают? Цель курса – познакомить слушателей с современными тенденциями в одном из самых популярных современных видов деятельности – фотосъемки с использованием камер, встроенных в различную электронную технику. На курсах мобилографии в учебном центре «Специалист» вы узнаете историю возникновения и развития мобильного фото, его значения для современных коммуникаций. Получите много полезной информации о различных видах мобилографии. Научитесь успешно применять лучшие техники в бизнесе и в повседневной жизни. Мы в биографии, в бизнесе. На это надо обучаться в центре компьютерного обучения, а не судьба просто изучить инструкцию к своему телефону, скачать какое-нибудь приложение и научиться с ним работать. Нет? Ну тогда давайте посмотрим, сколько стоит данный курс. Если хотите, поставьте видео на паузу и почитайте содержание модулей, мы не будем на этом останавливаться. Нас интересует цена. Итак, частные лица. Цена для частных лиц стоит 4990 рублей. Онлайн – это вебинар, но вебинары я вам вообще не рекомендую ссуваться. И индивидуальное обучение – 12400. Рекомендую всегда обращать внимание вот на такие вот звездочки. Что это значит? Вот здесь написано. Указана минимальная цена за индивидуальное обучение. Часово-часов работы с преподавателем в два раза меньше. То есть, если у нас здесь 8 часов, 8 бесплатных, я покажу, что такое, не считается. 8 часов, то работа с преподавателем тет-а-тет будет длиться всего 4 часа. В общем, в два раза меньше, чем при обучении в группе. Если вам для полного усвоения материала курса потребуется больше часов работы с преподавателем, то они оплачиваются дополнительно. За 4 часа – 12, почти 12,5 тысяч рублей. Что такое бесплатные часы? Так, по данному курсу бесплатно предоставляются дополнительные часы, для самостоятельной работы в компьютерных классах центра, где проводятся занятия. Вы можете закрепить полученные знания, выполнить домашние задания, проконсультироваться у специалистов центра. Дополнительные часы предоставляются в дни занятий по предварительному согласованию с администратором комплекса. Что дополнительно можно изучать по-моему, биографии в классах? Помогите мне, я не умею пользоваться мобильным телефоном, научите меня фотографировать. Давайте мы будем фотографировать из окна деревья, так что ли? Ну, не знаю. Допустим, так и есть. Значит, заносим в нашу табличку сведения, и переходим к следующему. Кстати, тут иногда пишут, какая подготовка нам требуется. Подготовка тут не требуется никакая. Рекомендуемые курсы по специальности. Чтобы стать профессионалом, мы рекомендуем вам вместе с этим курсом изучить цифровые фотографии уровень 1. Ну, и второй, естественно. Кстати, тут же обучают и видеоблогингу. Потом мы это посмотрим. Курс по видеоблогингу. Но не сейчас. Давайте сейчас посмотрим курс цифровая фотография. Уровень 1. Итак, на курсе мы научимся выбирать правильную технику, подбирать подходящие именно для наших задач аксессуары, использовать эффективные приемы съемки и красивого построения кадра. Что такое красивое построение кадра? Нужно знать элементарные правила композиции. Это всем известное правило третей. И более сложное правило золотого сечения. А существуют еще некоторые правила, которые позволяют интересно скомпоновать кадр. Но все это можно изучить самостоятельно. Допустим, нам самостоятельно изучить это не удается, и нам нужен надсмотрчик, который нам даст волшебный пендель. Собственно, курс только это и предоставляет. Нам зачитают курс лекций, выгонят на улицу, дадут наставника, который будет показывать, как надо фотографировать. И заставляют, соответственно, это делать. Если вы очень сильно сопротивляетесь, наставить на этом не будет никто. И сертификат, вернее, свидетельство, вы все равно получите. Давайте посмотрим на работу участников. Я не показываю ничего такого, чего нет в общем доступе. Раз центр выкладывает фотографии на своем сайте, я могу показывать эти фотографии на своем канале. Ну, нам показывают, как они вот вышли наружу, участники этого всего. Действо. Кстати, данный вид съемки называется «Backstage». Это когда кто-то фотографирует кого-то, кто фотографирует. Так, это один из учителей данного центра. В данном случае это работа с выдержкой. Получается вот такой вот эффект от ярких фонариков. Ну, а это работа с выдержкой. Люди застывают в воздухе прыгающие. Я так понимаю, что здесь фотографии взяты не только с этого курса, а вообще со всех возможных. Потому что и едой они тут фотографируют. Вот, курс на кого рассчитан. На новичков, никогда не держащих в руках фотоаппарат. Опытных любителей, которые однажды стали подозревать, что могут создавать гораздо более интересные, сложные и технически грамотные кадры. А также всех, кто хочет фотографировать с целью снижения стрессовых перегрузок. Модный тренд в наши дни. Короче, для всех это курс. Идите все. На него. Вот, кстати, преподаватель курса. Один из преподавателей. Что здесь еще написано? Какая требуется предварительная подготовка? Рекомендуемая подготовка необязательная. Для успешного прохождения курса необходимо наличие у учащегося собственной фотокамеры любого уровня, любительской или профессиональной, позволяющего вручную корректировать ключевые настройки процесса съемки, наличие ручного режима. Да, когда вы начинаете изучать фотографию, желательно иметь фотоаппарат. Самый простенький хотя бы. А в котором есть ручные настройки. Можно взять какого-то друга, своего приятеля, фотоаппарат. Вот. Другое дело, стоит ли посещать дорогостоящие курсы для того, чтобы изучить основу фотографии. Пофотографировать рядом с каким-нибудь домом вы можете позвать с собой друзей. Можете взять того же друга, у которого вы попросили фотоаппарат, который что-то понимает в фотографии. Именно что-то понимает в фотографии, а не просто щелкает вас на шашлыках. Так, сколько стоит курс? Я проскочил, походу. Значит, для частных лиц курс стоит 12 990 рублей. Индивидуальное обучение 37 200 рублей. Сколько длится курс? Курс длится 24 часа для группового занятия или в два раза меньше за 37 000 индивидуально. Примерно это не стоит того. Вот, кстати, преподаватель, которого мы видели на фотографии, Красновский Дмитрий Валерьевич. Я ознакомился с его работами, и мне кажется, это единственный человек, у которого, в принципе, можно учиться. Он вас чему-то научит, действительно, если уж вы хотите потратить такие деньги. второй уровень. Второй уровень работы слушателей. Можно ознакомиться с этими работами, а правда, нам неизвестно, с каким уровнем подготовки эти слушатели пришли. Может быть, они умели делать подобные снимки еще до того, как пришли на эти курсы. Так что мы будем уметь по окончании второго уровня подготовки успешно фотографировать в любых режимах, программных и ручных, и в различных условиях. А разве нам не то же самое, примерно то же самое обещали на первом уровне? Для чего нам нужен был фотоаппарат с ручными настройками на первом уровне? Наверное, нас учили пользоваться этими самыми ручными настройками. Итак, что мы еще будем уметь? Использовать ресурсы фототехники как стандартными, так и креативными способами для достижения различных художественных задач. Вы знаете, как любят показывать на фотографиях, как фотографы там всякие разные позы принимают, чтобы сделать фотографию в том или ином ракурсе, неожиданном. Я думаю, это все можно изучить самостоятельно. создавать многоплановые сложные фотопроизведения, ориентироваться в различных жанрах, приемах и стилях съемки. Опять же, вводим в поисковике, какие жанры фотографии бывают. Кто-то даже селфи называет жанром фотографии, мобилография, опять же, жанр появился у нас такой. Продолжительность курса 24 часа. Надо понимать, что в группах бывает человек по 20, а то и по 30. На все вопросы преподаватель не успеет чисто и физически вам ответить. То есть, что нужно брать? Индивидуальное занятие. Давайте посмотрим цены. Давайте посмотрим цены. Цены шикарные. Для частных лиц это стоит 13 990 рублей. Индивидуальное обучение 37 200 рублей. Преподаватель Михайлов Алексей Владимирович. Давайте посмотрим. Кто это такой? Тут даже работу преподавателя можно посмотреть. к которому у меня, например, есть к некоторым из них вопросы. Фотографии неплохие, но, например, вот это что? Это демонстрация работы с выдержкой? Я бы такую фотографию в корзину выкинул сразу. Вот это что? Это портретная съемка? Или это стрит-фото? В общем, есть хорошая фотография, но вот это стиль ню, я так понимаю, если девушка лежит голая. В общем, очень спорные фотографии. Это бэкстейдж, да? Я тоже люблю силуэты, но такую фотографию я бы в свой портфолио не стал выставлять. Сто процентов. Вот эта фотография для чего? когда фотограф повторяюсь нажимает на кнопку спуска затвора, он должен осознавать, что именно он фотографирует. Здесь он фотографирует что? На что мы должны обратить внимание? На девочку, сидящую на бордюре, или на двух девушек гуляющих, или на фонтан, или на деревьях. На что мы должны смотреть? Или, может быть, на логотип данного фотографа? Ну вот, прикольная фотография, это мне нравится. Ящерки, это круто. Давайте посмотрим работу выпускников. Замечательно. Девушка присела пописать. Я не знаю, у меня больше никаких ассоциаций нет. Девочка ковыряется в носу на фоне мятого пиджака. Это что? Это мы сфотографировали необычные туфельки? Я сомневаюсь, что этой девочке понравилось бы то, как она получилась на фотографии. Ребята, ну ничего особенного среди работ слушателей я не увидел. То есть, опять же, я не понимаю, за что платить такие деньги, 14 тысяч рублей минимум, за то, чтобы не научиться ничему. давайте посмотрим следующий курс. Рекламные коммерческие фотографии. И тут нам рекомендуют изучить фотошоп уровень 1, а также основы дизайна. Но на основу дизайна мы так далеко заходить не будем, иначе мы, наверное, пройдемся по всем курсам, которые есть у этого центра. Итак, чему нас научат на рекламной и коммерческой фотографии? Многому научат планировать съемочные процессы и контролировать их результат в условиях студийной и натурной съемки. Ну, наверное, планируют съемочные процессы и контролировать их результат. Нас обучили еще даже на первом уровне художественной фотографии. На втором закрепили результат, на третьем нас перевели в студию. То есть нас теперь не гонят на улицу. Студия в студию, можно снять, арендовать, взять, опять же, знакомого фотографа и он вас научит работать в студии гораздо быстрее и за меньшие деньги, чем это делает курс данного центра. Стоит курс для частных лиц за 16 часов 8 990, индивидуальное обучение за 8 часов 26 800 рублей. Далее мы идем на студийную фотографию, портрет, хотя вроде бы мы в студии уже работали рекламные и коммерческие фотографии. Можно посмотреть работы слушателей. Оно я восхочу. Вот что это за ужас. Я ничего не имею никаких претензий к внешности данной девушки, женщины, а вот к фотографу претензий у меня есть. И это мы уже изучили огромное количество курсов по фотографии. Заплатили кучу денег, а работать так и не научились. Это лучшие работы, я напоминаю. И потом еще какая мне рекомендация не выставлять работы, которые вы сделали под наблюдением наставника. То есть он вам показал как что делать, настроив за вас технику, вы только нажали кнопочку. Вы должны быть уверены, что вы можете повторить то же самое. А ситуации бывают разные. то есть каждая фотосессия она уникальна. Вы работаете с людьми. Но мы уже посмотрели на что способны ученики. Это замечательно, я считаю. Претензии не только к свету, но и к адрированию. нельзя вот так обрезать руки. 16 академических часов обучает Алисов Юрий Юрьевич. Понятно. Стоимость 10 990 индивидуальное обучение 24 800 рублей за 8 часов соответственно. Что нам тут какие рекомендации? 2 уровня мы уже его прошли. Предметная фотосъемка. Предметная фотосъемка. 16 часов групповое занятие 9 990 и индивидуальное обучение 24 800 вот это вранье престижный сертификат центра престижный сертификат центра не дает абсолютно ничего и так давайте поговорим о сертификатах так вот в зависимости от количества часов в курсе вы получаете соответствующий документ свидетельство вы получите в любом случае даже вот в такой красной корочке похоже на красный диплом правда? Получите в любом случае даже если материал не усвоили то есть перед вами читались вам дали документ за то что вы прослушали курс тестирование итоговое для галочки хотя и более серьезный документ центра абсолютно не гарантирует наличие у вас знаний его просто тупо дают за большее количество часов ну то есть в центре есть дипломные программы которые состоят из большого количества маленьких курсов документы центра специалист не котируются на рынке труда не гарантируют никакого трудоустройства максимум вы можете их для галочки в резюме добавить больше они не годятся ни на что даже подтереться ими невозможно потому что они напечатаны на глянцевой бумаге обещают трудоустройство не более чем профанация вот лично мне продолжили зарегистрироваться на каком-то томах сайте и с тех пор а учился я в специалисте почти 10 лет назад мне не поступило ни одного продолжения о трудоустройстве фотосъемка недвижимости что такое фотосъемки недвижимости ну наверное объяснять не нужно продолжительность курса 20 академических часов с модулями вы можете ознакомиться сами напоминаю вам что тут очень много воды которую вы можете найти в интернете и ознакомиться самостоятельно индивидуально для частных лиц групповой занятий стоит 11990 рублей индивидуально 33500 за то что вы можете освоить самостоятельно выйти сфотографировать пару домиков после ознакомления с теорией нужно ли платить за это 12000 рублей я так не думаю вот можно посмотреть какие документы выдаются я вам уже продемонстрировал в корочке в красной корочке находится вот такое свидетельство вот который у работодателей не кассируется абсолютно хотя на сайте пишут обратное кроме того у нас нам предлагают сходить на курсы по фотошопу я не буду бегать сейчас на сайте по этим курсам я занялся их табличку и также нам предлагают питерские сюжеты и московские сюжеты под предводительством фотографа преподавателя 8 часов то есть академически то есть скорее всего один день здесь также указано можете найти информацию что стоимость проезда не входит стоимость курса то есть вы должны приехать туда за свой счет и за то что с вами погуляет преподаватель вы сделаете какие-то фотографии он нам проведет экскурсию вы заплатите еще 6000 рублей давайте я занесу эту информацию в таблицу потому что питерский сюжет московский я не внес так всего 16 часов нет 8 часов аудиторная нагрузка в классе преподавателя 8 часов и московские сюжеты все то же самое только гуляем по москве московские сюжеты также 8 часов обращаем внимание на вот эту надпись аудиторная нагрузка в классе с преподавателем самостоятельная работа это вы можете еще 8 часов гулять самостоятельно три с половиной тысячи рублей и давайте поугараем напоследок с курса который называется видео блогинг перед тем как я вам покажу табличку с расчетами современный видеоблогинг свой взгляд на мир свой фильм свой канал в принципе опять же всю эту информацию можно найти в интернете на курсе что у нас будет быстрый практический старт и наработка опыта широкий охват необходимых тем абсолютно доступность со стороны технического оснащения ориентированность на прогрессивные тренды все это звучит конечно замечательно 24 часа курс стоит 12 990 рублей индивидуальное обучение 45000 тебя научат создать свой канал на youtube короче говоря я предлагаю даже не предлагаю призываю очень скептически относиться к обучающим центром который обучает все чему только можно кстати там одно время в этом центре были курсы по скайпу то есть за 5000 рублей тебя научат пользоваться скайпом или научить тебя могут слепому методу печати и гарантировать что ты сможешь печатать со скоростью минимум 60 ударов в минуту представьте себе эту скорость раз два три четыре пять шесть вот с такой скоростью вы будете печатать закончив курсы которые стоят 5000 рублей давайте посмотрим табличку в которой у меня получилось посмотрим посмотрим и ужаснемся вот примерно стоимость как примерно и примерно тут все подсчитано как в аптеке стоимость для физических лиц по курсам мобилография цифровая фотография художественная фотография рекламная коммерческая фотография студийная фотография предметная съемка фотосъемка недвижимости базовая компьютерная подготовка когда вы будете пытаться изучить фотошоп вам предложат подготовиться пройти базовую компьютерную подготовку и там существуют разные курсы по базовой компьютерной подготовке я выбрал самый дешевый затем фотошоп уровень 1 уровень 2 потому что уровень 1 нам дадут какие-то общие сведения об этой программе за семь с половиной тысяч обрабатывать цифровые фотографии нас научат за 18 тысяч рублей далее питерские сюжеты московские сюжеты все это удовольствие обойдется нам в 115 тысяч 400 рублей минимум по минималке если мы захотим индивидуально обучаться мы заплатим вот эту стоимость за 102 академических часа вот мои примерные расчеты причем они по-моему должны несколько завышенные во что может в какую сумму вам может обойтись самостоятельное изучение данного вопроса по всем вот этим курсом максимум тридцатник то есть вы можете где-то посетить мастер-класс где-то вы можете арендовать студию где-то вы можете купить книжку либо купить какой-нибудь видео курс я в дальнейшем в этой рубрике буду рассказывать о различных сайтах где можно подчеркнуть для себя полезную информацию как платную так и бесплатную вот и да книги вот той книжки которые я тряс в рубрике истории жизни она стоит где-то около 900 рублей 900 рублей против 12 990 рублей в центре компьютерного обучения погулять с кем-то пофотографировать кого-то вы также можете позвать друзей они с удовольствием пойдут с вами очень многие любят фотографироваться можете продолжить фотографии на условиях ТФП то есть за портфолио что такое ТФП опять же можно на моем канале посмотреть и собственно все это не стоит таких денег которые из нас хотят содрать в центре думаю пора заканчивать в общем на сегодня у меня все надеюсь это видео оказалось полезным для тебя если это так подпишись на канал поставь лайк поделись этим видео в социальных сетях ну и покопайся в разделе видео на моем канале здесь достаточно информации для тех кто только начинает осваивать фотографию причем информация абсолютно бесплатна в курсах вам будут рассказывать то же самое но возможно другими словами а еще я рекомендую всегда читать инструкцию к тому оборудованию которое ты покупаешь инструкцию можно даже скачать с сайта производителя той камеры которую ты собираешься брать они там эти инструкции в бесплатном доступе находятся можешь заранее почитать короче подписывайтесь на канал ваша подписка мотивирует меня на создание подобных видео если что то не так в чем то со мной не согласны комментарии к вашим услугам а на сегодня у меня все пока пока